приветствую друзей и гостей нашего канала давно я не снимала видео про наш дом после паводка и давайте вам покажу как он выглядит сейчас вот видите вода в окнах так все и не уходит что мы только не пытались сделать всякие советы мне давали там шприцом иголочкой проколоть резинки но ничего не получается в одном окне воды нет но она все равно сильно потеет а здесь вода стоит и в зале вода еще стоит в окне что-то надо с этим решать вот видите но ее становится меньше может быть конечно концу лета она и вообще испарится как-то исчезнет но пока не знаю так что изменилось зале но мы поставили телевизор вечера становится длиннее темнеет раньше и поэтому хочется вечером уже как бы сидеть перед перед телевизором посмотреть передачи купили кресло ну кресло такое мобильное дачное раскладное то есть сюда брать пока какую-то мебель не имеет смысла и вообще не известно что у нас будет с домом как будут обстоять дела будем ли ремонтировать или он все таки у нас пойдет под снос поэтому берем пока такие вещи которые можно использовать в любом случае куда-то с собой на природу брать но кресло кстати классное я на него сшила еще вот матрасик из старого одеяла можно было матрас отдельно купить но матрас стоит 2000 я решила своими руками мне кажется даже получилось очень неплохо еще вот такую маленькую подушку взяла чтоб удобнее было сидеть вот тут раскладушка также я уже показывала так вот из нового вот такой вот комод комод тоже пластиковый даже если будет наводнение то ему уже ничего не будет то есть он точно не испортится его просто можно будет протереть и пользоваться дальше да уже выкидывать его не будешь все боятся угрозы наводнения на следующий год поэтому пока страшно что-то приобретать но тут кровать у нас такая еще полу разрушенная мы все что-то хотели с ней сделать какой-то каркас не надо придумать здесь зеркала зеркала остались от старого шкафа мы их не выкинули помыли ну и теперь вот тут стоят два зеркала больших можно в них любоваться наряжаться крутиться в общем вот так вот но в принципе уже для жизни вполне нормально запах немножко присутствует конечно в доме и время от времени появляется плесень либо растут грибы я что-то не засняла ну здесь вылазил вообще черная плесень мы тут мама от нее избавлялась с помощью хлорки соды сейчас вроде пока нет а так дожди больше недели шли и и полезли всякие грибочки плесень в общем хватает всякой гадости но видно еще стены сырые поэтому долго это все еще здесь будет происходить сегодня забрала свой очередной заказ от компании фаберлик заказала вещь которые меня очень заинтересовали и сейчас они нам в общем-то необходимы на улице сегодня ветер но в доме очень душно поэтому решила отснять видео во дворе так начнем с самой большой коробки сейчас ее открою покажу вам номер по каталогу 910 496 это чайник чайник заварочный чайник изготовлен из сбора силикатного стекла внутри заварочная колба из нержавеющей стали выполнен очень аккуратно удобно эргономичная ручка смотрится классно цвет такой у него приятный какой-то темно-темно фиолетовый крышка и ручка тут есть мирная шкала до 1500 миллилитров начинается от 600 до 1500 и стоимость этого чайника 799 рублей еще один чайник я заказала на выбор но похоже я их оба себе оставлю это чайник заварочный гун-фу так он удобен и просто применение подходит для любого сорта чая и позволяет контролировать процесс заваривания кому интересно номер по каталогу 910 154 таким образом выглядит этот чайник его объем 950 миллилитров он для меня конечно необычен но здесь есть инструкция по применению необходимо поместить заварку верхнюю колбу вот я понимаю что вот сюда налить в чайник воду необходимой температуры дождаться когда чай заварится нажать зеленую кнопку чтобы настой стек в нижнюю колбу а листья останутся вверху вот каким образом видите это делается процесс заваривания можно повторить зависимости от сорта чая и ваших предпочтений в общем то все подробно написано хороший чайник по цвету он тоже такой же какой-то темно-фиолетовый интересный цвет то есть эти два чайника будут отлично сочетаться между собой смотрите как хорошо смотрится классные его стоимость также 799 рублей еще одна очень нужная нам вещь сейчас сезон всяких варенье с оленей те весы которые у нас здесь были мы выкинули поэтому нам нужно было купить новые весы номер каталога 910 424 и мне меня заинтересовал рисуночек на них такой интересный классный сейчас покажу вам и смотрите какие они классные цвет у них фон нежно-нежно салатовый изображены растения взвесить можно от 10 килограмм максимально и минимально один грамм кнопка включения батарейка уже здесь есть отдельно покупать не надо и есть отверстие для подвеса можно повесить их на гвоздик какой-то на крючок очень удобно материал из которого они изготовлены стекло и пластик номер по девятьсот десять четыреста двадцать четыре проверим как они работают взвесим крыжовник всего 350 почти и ведерко на грамм 200 и стоят они также 799 рублей и для того чтобы у нас в доме хорошо пахло заказала aqua spray освежитель воздуха апельсин с корицей аромат и увлажнение освежает ароматизирует эффективно устраняет разные неприятные запахи осаждает пыль и увлажняет воздух не содержит спирта и газов пропеллентов этот освежитель воздуха на водной основе поэтому он меня и привлек да еще и аромат апельсин с корицей вообще просто прелесть я обычно не покупаю освежители воздуха в аэрозольных баллонах мне кажется от них больше вреда чем пользы поэтому вот выбираю именно вот свежители такого типа и faberlic мне они очень нравятся есть разные ароматы так что кому интересно присмотритесь так а этот номер по каталогу 30 327 рассмотрела смотрите как вот он распределяет как разбрызгивает он жидкость очень мелкие 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 прям частицы не за видно вам не видно но очень мелкая класс и вот сна 103 рубля и здесь у меня еще два кондиционера для белья и как обычная sensitive подходит для детской чувствительной и атопичной кожи и детский кондиционер хотя они оба 0 плюс то есть и тот и тот можно использовать для детского белья так а это кондиционер умягчитель для детского белья с ионами с ионами серебра не содержит фосфата красителей и парабенов я его тоже часто покупаю номер по каталогу его 30 516 а этого 30 856 классные кондиционеры у них очень экономичный расход то есть я пользуюсь с удовольствием и оба они стоят по 159 рублей объем 500 миллилитров зубная нить с мятным вкусом длина 25 метров также частенько я покупаю состав нейлон воск ароматизатор мята хорошая зубная нить тоже могу рекомендовать ее к покупке смело и еще одно средство для полости рта гель герметик для восстановления эмали зубов беру впервые его но мне понравилось описание активный комплекс омидент оказывает быстрое восстанавливающее действие на эмаль зубов и обеспечивает их надежную защиту реминерализирует укрепляет эмаль зубов значительно снижает гиперчувствительность стабилизирует уровень паш во рту способствует профилактике кариеса и содержит кальций и кислородный комплекс нова в тем таким образом выглядит тюбик имеется контроль первого вскрытия для меня это очень важно ну будем пробовать надеюсь что все будет замечательно так как в описании и номер по каталогу нить 1514 119 рублей гель герметик 1735 и его стоимость 239 рублей спальня продолжает сохнуть здесь особо ничего не делали помыли полы помыли вот это встроенные полки так все стоит в общем как стояла потихоньку перемываем посуду которая у нас осталась очень грязная после паводка пока здесь складываем потому что ставить ее особо некуда цветы чувствуют себя неплохо пошли в рост прям у них тут макушка вот уже на драться не хорошо подросла некоторые конечно выглядят неважно но в общем то они уже чувствую как видно что они уже не погибнут что все самое страшное позади у цветов то есть они уже восстанавливаются так что поменялось на кухне здесь у нас столик застелили клееночкой салфеточки положили создали красоту тут у нас даже вот цветочки стоят на столе так и вот тут полку полку покрасили прошли с красочкой по ней продезинфицировали и вот здесь уже прям у нас как почти что в былые времена то есть уже скапливается какая-то посуда то есть уже есть новое что-то используем старое отмыли но в основном тут конечно новое завесили шторкой чтобы не летела всякая грязь и пыль убрались на печке печку тоже завесили нетканым материалом чтоб оттуда не пылила все-таки здесь готовим вот так вот сейчас печка выглядит тоже застелили ну вот видно что видите какая пылища вот прям буквально еще недели не прошло как здесь все помыли все поменяли вот это вот тоже не ткан на ткань постелили а тут вот печки видите какие трещины кирпич расходится не знаю как бы она вообще не рухнула эти трещины все больше и больше вот здесь вот деформация идет у нее тоже вот расщелины такие не было это вот буквально за последнее время все это появляется вот где духовка на печке тоже трещина и вот тут все тоже трещинами пошло плитки отвалились снизу в общем печка как-то ведет себя не очень посмотрим что будет дальше пока мы ничего не трогаем пока только наблюдаем купили сушилку для посуды пластиковые пока такой будем пользоваться той тарелки некуда ставить после мытья ну вот такие вот дела на кухне но так более менее в общем то не то что было все-таки выглядит все поприличнее в коридоре у нас шкаф-купе этот шкаф-купе делал еще мой отец когда был молодой после паводка 57 года но сейчас правда двери после нынешнего паводка очень плохо закрываются видно там колесики заржавели и вот мы здесь обтянули тоже тут тканью как бы отгородили стенку потому что она там немножко тоже деформировалась краска и здесь вот вешаем одежду накрываем сверху простынкой чтоб ничего не пылилось окна двери это открытые поэтому все тут нужно прикрывать снизу поставили обувь в общем вот как то вот так погреб продолжает сохнуть но мы туда и не лазили с тех пор как у нас молодежь волонтеры вытащили оттуда всякие картошки морковки банки мы туда и не спускались но я думаю сыра там еще сыра молодцы молодежь вот не помню я в предыдущие видео наверное не вставляла есть меня короткое видео с этими ребятами сейчас если найду то обязательно вставлю молодцы они очень многим помогли в нашем городе и спасали людей и животных и помогали вот ликвидировать последствия паводка и давайте покажу наш двор у нас тут шикарное дерево абрикос спит уже даже уже есть мягкие уже пробовали классный он такой в этом году крупные почти как персик так что у нас тут растет перец потихоньку еще до сих пор все отходит это тот перец который у нас плавал в воде во время паводка в доме но он конечно маленькие кустики но смотрите даже уже есть цвет так здесь баклажанчики есть плоды она это нам не наши рассада нам помогли добрые люди с рассадой кусты помидоров тоже смотрите какие огромные но начали цвести и на некоторых даже кустиках есть уже зависть маленькие помидорки так и что у нас тут еще тут огурцы ну тут они еще малыши а вот здесь уже смотрите уже большие начали плестись и есть пуплятки малина большой урожай малины был но тут уже как бы остаточки но еще есть так что вот так вот выглядит у нас огород даже мы не думали что мы в этом году что-то будем сажать но не смогли удержаться все-таки решили что надо продолжать как бы тот образ жизни к которому мы привыкли и делать все что делали вот здесь у нас тыквы посажены тоже все травой зарастает после дождей трава вообще прет как на дрожжях клубника опять начинает цвести ремонтантная потихоньку так что вот так вот такие у нас дела